Украина славится тем, что существуют различные курорты, которых нет по тем функциям и свойствам воды, грязи, которая есть в других странах. Поэтому в Украине, к примеру, на сегодняшний день насчитывается 3073 санаторно-курортных и оздоровительных учреждений, наибольшая часть из которых состоит непосредственно предприятие по организации отдыха, это приблизительно 74,3%. К примеру, базы и другие средства отдыха приблизительно 62,4%. Если брать из крупных таких, это санатория, 789 санаторий в Украине насчитывается. Большая часть, конечно же, находится у нас в Автономной Республике Крым, это приблизительно 17,9% таких санаторно-курортных учреждений. В Одесской области 14% или 420 заведений, а в Крыму 551, уточню. И, конечно, Донецкая область, это 357 учреждений санаторно-курортного типа, это 11% в общем объеме предоставляемых услуг в курортной сфере. И Херсонская область 7,68%. Это то, что Украина имеет, скажем, в своем арсенале. Если брать Восточную Украину, то она больше представлена больно-грязелечебными курортами. И также на таких курортах больше всего лечатся заболевания опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, нервной системы. Поэтому большой спектр лечебных процедур, которые предоставляются, это потенциал для развития Украины, как действительно территории, которая не только отдает пляжный отдых, допустим, но и вопросы реабилитации, медицинского туризма. Потому что в стратегии развития Украины в первую очередь лежит основа, это как раз развитие лечебного туризма и рекреационного. За последнее время можно сказать, что на курортных территориях, особенно Донецкой области, можно видеть определенное даже снижение цен на предоставляемые услуги. Потому что есть экономические составляющие, которые либо объективно, либо субъективно позволяют снизить цену предоставляемых услуг. Я думаю, будет Татьяна Гирко более подробно рассказывать о самом Славянске как курортной территории. И опять-таки территория получила свой статус 19 апреля 2011 года. Верховный совет Украины определил город-славянский территорию, да, курортной территорией государственного значения.